Любая промышленная разработка, месторождение, это экологическая катастрофа местного масштаба. Всегда что-то копается, взрывается, нарушается плодородный слой почвы, нарушается местная экосистема. Ну и что, мы теперь не будем добывать нефть, мы не будем добывать алмазы, мы не будем пилить лес? Нет, конечно. Тогда почему такой скандал поднялся вокруг Шихан? Может быть, Шиханы — это действительно семь чудес света? Потому что история о Шиханах — это не Шиханы. История о Шиханах — это люди, чьи интересы пересеклись вокруг этих Шиханов. И этих людей вы должны знать. И именно об этих людях мы сейчас и будем вам рассказывать. Друзья, добрый день. Вы на канале Фрейтак Медиа. Меня зовут Николай Фрейтак. Переходим к представителям бизнеса, который был вовлечен в скандал вокруг Шихан. Но, безусловно, здесь на первом месте уже упоминавшиеся мной Иосиф Рутман и Дамир Мигунов. Это бенефициары группы ТАУ, которые контролируют синтез Каучук, предприятие, расположенное на территории Стерлитамака. Именно они были приглашены господином Хамитовым в качестве инвесторов для разработки гумеровского месторождения. Это, как я говорил, произошло в 2017 году. А уже в 2018 году летом на территории их завода синтез Каучук произошел сильный пожар, в ходе которого пострадали люди. В ходе проверки причин этого пожара было возбуждено уголовное дело, на территории предприятия проходили обыски, и в итоге господин Рутман был вынужден податься в бега. Среди местных жителей ходили упод на разговоры о том, что негласным заказчиком этого уголовного дела являются как раз-таки некие представители БСК. И это является, само уголовное дело является следствием конкурентной борьбы вокруг источника для производства соды. Кстати, представители БСК, они же до последнего утверждали, что все эти митинги в защиту Куштау, они как раз-таки организованы конкурентами, как глобальными в виде турецких производителей соды, так и российскими конкурентами. И тут, читай, как раз имеется в виду Рутман и Мигунов. Дальше мы назовем, конечно, не фамилию физического лица. Это австрийская компания Ласселсбергер, производитель керамики. Компания крайне интересна с точки зрения истории ее развития. Созданная в 50-х годах прошлого столетия австрийским предпринимателем, до начала 90-х занималась производством бетона. И только в начале 90-х получила бурное развитие, переключилась на производство строительных материалов и керамической плитки. В середине 2000-х она приступила к производству в Уфе завода по производству керамической плитки, которая была в итоге запущена в 2009 году. Чуть позже, недалеко от Уфе, она построила завод строительных материалов. И вот в 2020 году, в августе, уже в самый разгар скандала вокруг Куштау, она неожиданно приобрела у компании УГМК худолазское месторождение. Как было официально заявлено, для того, чтобы иметь сырьевую базу для расширения производства плитки. Сам факт смены владельца означал для БСК необходимость проводить, очевидно, сложные, непростые переговоры по выкупу этого месторождения. На тот случай, если в итоге Куштау станет недоступным для разработки. Местные жители считают, что за компанией на самом деле стоит кто-то из представителей российской, либо деловой, либо политической элиты. Эти разговоры абсолютно ничем не подтверждены, но факт остается фактом. Компания Ласселсбергер активно развивает бизнес в России. И это уже не только территория Башкирии, но и приобретение завода на территории соседней Челябинской области. Ну хорошо, закругляемся с бизнесом. Поговорили о Рутмане, поговорили о компании Ласселсбергер. Я думаю, что все-таки реально их роль участвует во всем этом скандале. Время еще только предстоит вскрыть. Переходим к активистам. И вы знаете, здесь первым хочется назвать незабвенного, великолепнейшего Максима Галкина. Но кто из вас не смотрел его гневное обличение в августе 2020 года? Значит, я хотел бы выступить в поддержку активистов, которые прямо сейчас защищают Шихан Куштау, который находится в Башкортостане. Башкирская содовая компания хочет сравнять с землей Шихан Куштау, так же, как это произошло с Шиханом Шахтау. Сейчас всем до чего? Заработать денег. Причем уже сейчас речь идет о каких-то сверхприбылях. Проблема России, ребят, не в том, что у нас бедных много. Проблема России в том, что богатые никак не нажрутся. Процессы разграбления и отоваривания родной земли ускорились с космической скоростью. Ребята, я считаю, что активисты должны объединяться. Нам нужно что-то делать, иначе будет отоварена вся родная земля. Потрясающие Шиханы в Башкортостане рассматриваются только как сырьевой временный придаток. Очевидно, что Максим был не очень готов. Он плохо себе представлял, что такое Шиханы. И поэтому кто называл их одиночками, то называл их системой гор, то называл их лицом Башкирии, то называл их лицом России. Возмущал, что лицо России будет стерто напрочь. Но я уверен, спроси его, как выглядит лицо России, и Максим Макалкин вряд ли смог бы это описать. Но тем не менее, я рад, что он выступил в поддержку Шихан. И вообще, конечно, если бы наша культурная, наша шоу-тусовка активнее бы выступала в общественных, социальных, таких вот незлободневных вопросах, то, как это происходит, например, за рубежом, то это только играло бы на руку, поскольку они объективно являются лицами, формирующие общественное мнение. В различных анонимных телеграм-каналах были вбросы о том, что Галкину заплатили за это выступление, сколько-то денег взял от представителей, противников разработки Шихан. Но еще раз подчеркну, это все досужие домыслы. Сам факт выступления в защиту природы, в защиту экологии можно только приветствовать. Следующим активистом в маневом списке является Исхак Фархудинов. Это заведующий кафедрой геологии Башкирского государственного университета. Я просмотрел множество его роликов. Он записал много их как по вопросам Шихан, так и по вопросам иных проблем, связанных с полезными ископаемыми на территории республики Башкирия. Это глубокий специалист, который пытается доходчиво объяснять сложные профессиональные вещи. 260 миллионов лет назад постепенно Палеуральское море высыхало. И эти рифы покрывались гипсами и солями. Так как гипсы и соли легко растворимы, то они были разрушены, а Шиханы остались. Башкирские Шиханы являются геологическими, геоморфологическими, биологическими и историческими памятниками природы. Это уникальные объекты, аналогов которым нет в мире. Так вот, он как раз объяснял, почему Шиханы являются памятниками природы. Какую культурную, экологическую ценность они несут в себе. И вот как раз его выступления для меня, как для человека, который любит копаться в разных вопросах, являлись важным источником информации для формирования моего мнения вокруг этой проблемы. На что хочется обратить внимание. Уже после завершения всех этих скандалов, уже после того, как Хабиров выступил с тем, что Шиханы разрабатываться не будут, Исхак Фархуддинов получил назначение в Москву. Он займет должность заместителя директора музея геологии Российской академии наук. Понятно, злопыхатели говорят, что это плата за его активную войну против БСК. Ну а по мне, так просто признание его профессиональных заслуг. Урал Байбулатов. Очень колоритная, специфическая личность. До недавнего прошлого он был ведущим на башкирском ВГТРК и как раз-таки ушел оттуда, вступив в конфликт с руководством телерадиокомпании по поводу Шихан. Он сразу был противником их разработки и записывал массу роликов в поддержку активистов, в поддержку координационного совета Куштау. Чем он запомнился? Ну, запомнился тем, что дал, безусловно, интервью Алексею Венедиктову. Интервью Венедиктову дал и Эдуард Давыдов, это генеральный директор БСК. Давыдов был крайне невыразительным, он все смотрел в пол, говорил как-то нечетко, сбивчиво. А то как раз вот Байбулатов выступал очень энергично, очень понятно, позицию донес самым ясным образом. Нам надо работать сейчас на уровне переговоров и достичь результата, который устроит народ в первую очередь. И во вторую очередь это уже БСК, ту самую компанию, которая должна работать, я замечу, она должна работать во благо республики и нашей страны. Но помимо этого он запомнился еще небольшим скандалом, который он учинил на совещании у Хабирова. Хабиров после поездки на Куштау провел в Уфе совещание с экоактивистами, на которое как раз пришел Урал Байбулатов со своими сторонниками. Послушайте, как он разговаривал с Хабировым. Он разговаривал с ним на башкирском языке. Но честно скажу, я не уверен, что Хабиров владеет башкирским языком в такой степени, чтобы осознать, понять, что ему говорил Урад Байбулатов. Но даже не это самое главное. То есть выступив, он задал несколько очень жестких вопросов Хабирову. Когда Хабиров начал о них отвечать, он его в буквальном смысле перебил и сказал, что все, мы уходим, развернулся и ушел. И за ним вышли буквально все экоактивисты, которые были на этом совещании. Потом Хабиров пытался найти кого-то еще из экоактивистов. И оказалось, что больше никого не осталось. Я уверен, что это не могло не уязвить самолюбие ради Хабирова. Во всяком случае, после этого он очень быстро свернул это совещание, не стал отвечать на вопросы СМИ и вышел из конференц-зала. Рустам Салаватов. Это обычный житель Стерлитамака, фотограф, как я понял, IT-специалист. Являлся обычным противником разработки Шихан. Занял активную гражданскую позицию. Занимался фото-видеосъемкой. Выкладывал это у себя в Инстаграме. Когда в 15 августа ЧОП и ОМОН разгоняли активистов, защитников Куштау, он это все снял в Инстаграме, вел прямой эфир. Еще одна волна. Так, отдохнули тоже туда. И в итоге дал большое интервью Максиму Шевченко. Началась продвигаться техника под прикрытием ОМОНа. Эта колонна двигалась по дороге такой проселочной к лагерю, да. И, в принципе, на подходе к лагерю начали уже люди сдерживать. И вот таким тараном они шли примерно несколько часов на нас. Он, я уверен, не связан ни с какими кланами, ни с какими группами влияния. Это обычный гражданин, который защищал родную природу, родные места от, как говорил Максим Галкин, зажравшегося российского капитализма. Настала очередь поговорить о националистах, которые также активно подключились, безусловно, к скандалу вокруг Куштау. Ну, первый это Айрат Дельмухаметов. Масса роликов есть в Ютьюбе, где он выступает, ну, на мой взгляд, совершенно просто какими-то несусветными идеями по новому федеративному устройству нашего государства, о перекраивании внутренних границ России. Выступает с какими-то роликами с обвинениями и чиновников, и бизнесменов. Ну, и в итоге могу вам сказать, что в августе 2020 года он получил 8 лет строгого режима за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, а также по ряд других тяжких статей. И, насколько я понимаю, это для него уже не первая судимость. Ну, Горбатого могила исправит. Вот эта вот шогла, которая стоит за БСК, кто сюда в Уфу приезжал в последние годы? Приезжали и постоянно нагибали очень нагибаемое и очень вручиеся руководства республики. Сюда приезжал Ропота, когда он еще был этим полпредом, поспредом, по Волочи. Потом Бабич вместо него ездил, на Рыжкин ездил, этот путинский Сокол, разведчик тоже. Ну, ГБшник, вот Ропота, ГБшник, этот ГБшник. И Бабич, он тоже происходит из военных, но если, наверное, покопать, это тот же самый особист. Следующим националистом является Фанзиль Ахмедшин. Это лидер незарегистрированного движения Башкорт, которое в мае этого года было признано экстремистским и запрещенным в Российской Федерации. Могу сказать, что его выступления, вот мне так показались, менее экстремистские, чем у Диль Мухамедова. Это, видимо, объясняет то, почему при том, что сам Башкорт был признан экстремистской организацией, Ахмедшина в тюрьму не засадили. Ну, и из последних, наиболее известных представителей националистического движения Башкирия, это Рамиля Саитова. Я бы назвал ее, наверное, какой-то городской сумасшедшей, если бы она не позволяла себе крайне агрессивные и некорректные высказывания по национальному признаку. Она в августе получила административный арест за разжигание национальной розни. Гуляя по парку, она увидела группу девушек-армянок и агрессивно набросилась на них. И выкрикивала, что вы здесь делаете. Вот группа девушек из непонятной страны. Девушки, вы с какой страны? Вы армянки местные. А с каких пор у нас только армян появился? С каких пор у нас только армян в Уфе? Свидание. И, честно скажу, девушки были в шоке на самом деле. Но, тем не менее, активно себя ведет, продолжает записывать свои ролики. Следственным органам будет еще чем заняться, если она будет продолжать в том же духе. Из таких, знаете, наиболее ярких ее выражений, армяне это запасные евреи, башкирия это земля для башкир. В общем, такие крайне националистические, крайне агрессивные высказывания, которые у меня вызывают чувство стойкого неприятия, если не сказать больше. Именно она как раз разыгрывает активно наличие армян на территории Башкортостана с армянскими корнями супруги действующего главы республики. Но, безусловно, когда мы говорим о БСК, мы не можем не затронуть вопрос, касающийся ее акционеров. О них в медийном пространстве информации крайне мало. И, по сути, самым известным и хоть как-то присутствующим в информационной повестке является Сергей Черников, который в 2011 году пришел на шоу к Олегу Тинькову, дал ему большое интервью. И как раз вот на этом шоу Тиньков прямо у него спрашивал, Сергей, ну как же, получили контроль над содовым предприятием. Сергей, признаюсь, он там подробно рассказывал о своих торговых точках на рынке, о том, как он занимался свалками. Но каждый раз, когда он говорил о соде, пользовал крайне размывчатые, неконкретные фразы. В СМИ, причем достаточно в серьезных деловых изданиях, в «Коммерсанте», в «Новой газете» много раз писали, что получение контроля над предприятием сода было бы, наверное, невозможно без поддержки, в том числе и местных чиновников. Упорно говорят, что одним из его партнеров является семья Харисова, который занимал руководящие должности в администрации главы Республики Башкортостан. Единственное, кого прямо упоминал Сергей Черников, это был Виктор Исламов. И то он по имени его не называл, он просто говорил, что один из моих партнеров и совладельцев башкирской содовой компании – это друг детства и мой сослуживец в посрочной службе, ну, соответственно, это Виктор Исламов. Люди, они все очень непубличные, о них мало что известно. Когда разворачивался скандал вокруг Шихан, они не дали ни одного публичного комментария, вообще ни одного. И даже вот сейчас, когда, по сути, разворачивается битва вокруг их собственности, от них лично, от них напрямую нету никакой информации абсолютно. В последние годы в России произошло несколько скандалов, связанных с защитой природы, с экологией и с недовольством жителей, негативным воздействием промышленных предприятий на окружающую среду. Ну, вспомним мусорные скандалы в Подмосковье, вспомним скандал вокруг Шиеса в Архангельской области. И, безусловно, скандалы вокруг Шихан в Башкирии – это всего лишь очередной скандал, очередное действие в этой цепочке событий. Но как раз вот именно на Шиханах очень наглядно можно посмотреть на то, как в этом клубке противоречия сплетаются интересы совершенно разных социальных и экономических групп. Итак, друзья, я вам перечислил основных действующих лиц, драматических событий, которые разворачивались на протяжении последних лет вокруг Шиханов. И, на самом деле, вот если взять каждого этого участника и поизучать, посмотреть на него поподробнее, то, поверьте мне, гораздо понятнее становится и сама проблема вокруг Шихан. Потому что, когда мы говорим о БК-активистах, понятно, что мы говорим, по сути, о профессиональной деятельности людей, которые строят свою карьеру вокруг защиты экологии и окружающей среды. Когда мы говорим о предпринимателях, то очевидно, если сегодня в отношении кого-то возбудили уголовное дело, то в случае, если у потенциального заказчика этого уголовного дела возникают сложности, то приходит некая, ну, ответка. Когда мы говорим о чиновниках, то здесь понятно, какой-то аппаратный может быть интерес, какой-то может быть коммерческий интерес. Любая история – это пересечение в одном месте, в одно время двух и более людей. И чем более сильные эти люди, чем более они могущественные, чем больше этих людей, тем более громкая история в итоге и получается. Если бы вокруг Шиханов боролись бы только местные жители-экоактивисты, шума, который прогремел на всю страну, не было бы. Друзья, знаменитый Казьма Прутков говорил – зри в корень. А я вам говорю – зри в лица. Потому что, зная действующих лиц, ты можешь понять логику пружины происходящих событий. Субтитры создавал DimaTorzok